Ну и одноименный фестиваль уже стартует 18 сентября в одном из самых любимых мест наших жителей города Запорожья. Речь идет о Дубовой роще. И по этому поводу у нас гости в студии. И сегодня я с удовольствием хочу представить добру знакомого нашей редакции Анну Чернова, волонтера благодейного фонда «Посмешка дитини», которая сегодня пришла в ней сама. Итак, вместе с представителем благотворительного фонда «Улыбка ребенка» у нас впервые в гостях, если не ошибаюсь, если не пропустил какой-то утренний эфир, Ярослав Якубовский, вице-президент общественной организации «Ассоциация спортивной молодежи». Доброе вам утро. Доброе утро. Вице-президент у нас вперше в редакции. Насправді, якщо говорити про колу друзів, то ми уже не вперше зустрічаємось, а цей фестиваль проходит регулярно уже кілька сезонів поспіль. В чому принциповая різниця кола друзів, яке буде відбуватись уже на цих вихідних? Ну, лично для меня очень важно и трепетно, что именно этот фестиваль «Круг друзей» уже поддерживает местные инициативи и при финансировании, скажем так, уже местных денег, потому что до этого это была грантовая программа, и нас финансировали международные доноры. А в этот раз это очень круто, потому что «Круг друзей» выиграл конкурс «Мы – это город» при поддержке социальных инициатив «Запорожсталя», и на самом деле теперь это наш настоящий местный праздник. И, конечно же, он будет больше, лучше, потому что мы уже набрались опыта за предыдущие 19 фестивалей. Поэтому мы уже, конечно, подготовились конкретно. Просто ставите рекорды по количеству созданных и проведенных фестивалей. Анна, скажите, мы говорим о том, что там наш местный фестиваль, насколько я помню, как раз формат предыдущего «Круга друзей» говорил о том, что вы как раз еще и адаптировали в городе Запорожье переселенцев, те семьи, которые были вынуждены переехать к нам в город Запорожье. Насколько изменился в этот раз формат, и есть ли основной упор как раз на те семьи, которые у нас поселились в городе Запорожье? Конечно, когда мы писали этот проект на конкурс «Круг друзей», мы обязательно оставили его основу, то, чего он родился. И, к сожалению, в город Запорожье продолжают пребывать переселенцы. И мы хотим тоже с ними познакомиться, те, кого мы еще не знаем. Хотим объединить громаду, еще больше сплотить. Ну и при этом сами запорожцы очень активно принимают участие. Конечно, да. У нас среди запорожцев и вновь прибывших людей к нам уже есть хорошие, старые, добрые друзья. Ну, круг друзей, в общем-то, кто ради чего это и затеявалось. Поэтому мы всегда, когда приглашаем на «Круг друзей», мы говорим, не обязательно, есть ли у вас дети, есть ли у вас семья, возможно, вы одинокая, красивая девушка или молодой парень, или не совсем молодой парень, не молодая девушка, да. Мы зовем абсолютно всех, вне зависимости от возраста, и у нас даже будут интересные локации и для бабушек, и для дедушек, для наших. Поэтому мы всегда рады всем и будем объединяться в «Круг друзей». Сказала бы сейчас Анна, а вот как раз по поводу молодых парней перейдем к Ярославу. Ярослав, ассоциация, правильно говорить, спортивной молодежи. Что это за организация и почему вы решили также принимать участие в таком благотворительном и правильном деле? Наверное, это символично, да, потому что мы также дружим с улыбкой ребенка, ценим, уважаем, поддерживаем все их фестивали, стараемся быть тоже, как говорится, в теме. Что мы будем делать на этом фестивале? У нас будет отдельная зона, спортивная зона, в которой мы задействуем как от самого маленького участника до самого большого. Но это будет больше такое западное веяние, то есть это такая шоу-программа. Мы хотим показать небольшое ответвление от баскетбола. То есть люди, которые приходят в баскетбол, не обязательно там будут играть 5 на 5, 3 на 3, 2 на 2. Они еще могут прыгать. То есть слэм-дон-контест. У нас есть трое ребят, которые представляют и защищают цвета нашей страны не только, как говорится, внутри ее, но и за ее границей, конечно. И они покажут, на что они способны, то есть будут перепрыгивать через наших участников, снимать там мячи с руки и так далее, и тому подобное. Что это за спортсмены? Мы их знаем? Ну, это... Наша организация занимается чем? Уличными видами спорта. То есть спортом, который доступен для всех. Мы не лезем в профессионалы, как бы, но тем не менее, с наших турниров некоторые ребята выходят в профессионалы, у них все получается. Очень часто, как раз с уличными видами спорта, очень много проходит международных соревнований. Сто процентов. То есть вот недавно закончился чемпионат Европы среди мужчин и женщин, сейчас идет 3 на 3, Ю-18. То есть уличный баскетбол набирает сумасшедшие обороты, в том числе и в нашей стране, как бы. И мы здесь, в Запорожье, непосредственно являемся представителями, то есть украинской стритбольной лиги, и не только. То есть все турниры подобного формата заключаются на нас, замыкаются, можно так сказать. Ну что ж, я думаю, теперь единственное, что нам лишается, это нагадать глядачам, куди саме та у котрей годы стоит приходить. И чем может, звичайно, запорожье долучиться безусловно 18-го? Да, 18 сентября, 12.00 в Дубовой роще. У нас начало, у нас будет и детская анимация, и для взрослых мастер-классов, и много спортивных квестов, и большие огромные надувные батуты. И много-много-много сюрпризов, и даже можно будет бесплатно подстричься, поэтому ждем всех. Вот так, главное, чтобы этому способствовал лунный календарь, как мы выяснили у наших телезрителей. Я так понимаю, это будет еще и старт тех мероприятий, будут еще и по районам города, дальше двигаться ваш фестиваль. Конечно, будем стараться. Ну а мы будем отримать вас у курса перебега всех этих новин. Стежьте за эфиром ранковой программы с понеделка по пятницу и с 7 до 9, а также за нашу активность у социальных мережах. Нагадаю, уже цей недели 18 числа запрошуем абсолютно усіх вколо друзей у Дубовому Гаю. Ну а наша программа продовжується, и чим самим, дізнаетеся після рекламы.